Екатерина Гельцер была умна, острана язык и имела привычку называть вещи своими именами. Так, например, рассказывая Фаине о московском театральном закулисье, она называла актерское общество «бандой», имея в виду нравы, в нем царившие. «Я обожала Гельцер», — говорила Фаина Раневская после смерти Екатерины Васильевны, скончавшейся в 1962 году в Москве 87 лет от роду. Порой во время бессонницы Екатерина Васильевна могла позвонить Раневской в два, а то и в три часа ночи с каким-нибудь вопросом. Фаина Георгиевна всегда пугалась этих ночных звонков. Вопросы у Гельцер всегда были самые неожиданные, особенно в ночное время. Например, она могла спросить, «Вы не можете мне сказать точно, сколько лет Евгению Онегину?» или попросить немедленно объяснить ей, что такое формализм. При всем этом по свидетельству Раневской Екатерина Васильевна была необыкновенно умна. Ее кажущаяся наивность, ее ночные звонки Фаина Георгиевна относила за счет причуд, присущих каждому гению. Екатерина Гельцер делилась с Раневской сердечными тайнами. Однажды сообщила, что ей безумно нравится один господин и что он древнеримский еврей. Слушая ее, Фаина от души хохотала, но Гельцер никогда на нее за это не обижалась. Она вообще была очень добра и очень ласкова с Фаиной. Трагически одинокая, по выражению Раневской, она относилась к ней с подлинно материнской нежностью. Гельцер любила вспоминать молодость. Вспоминала свою самую первую периферию, город Калугу, рассказывала, что мечтает сыграть немую трагическую роль. «Представьте себе, — говорила она Раневской, — что вы моя мать и у вас две дочери, одна из которых немая, и потому ей все доверяют, но она жестами и мимикой выдает врагов». «Каких врагов?» — улыбалась Раневская. «Неважно, каких», — отвечала Гельцер и начинала импровизировать, придумывая на ходу сюжет драмы, которую они бы вместе исполняли. «Я жестами показываю вам, что наступают враги. Вы поняли меня. Враги побеждены, кругом радости ликование, и мы с вами танцуем победу». «Екатерина Васильевна, дело в том, что я не умею танцевать», — робко возражала Раневская. «Неважно», — отмахивалась Гельцер, безумно переживавшая, что уже не танцует на сцене. «Тогда я буду одна танцевать победу, а вы будете бегать где-нибудь рядом». Фаина буквально растворилась в театральной Москве. Они с Гельцер не пропускали ни одного спектакля художественного театра, были завсегдатаями театра Кабаре, Никиты Балиева «Летучая мышь». Не стоит считать этот период в жизни Раневской совершенно уж безоблачным. Таких периодов в её жизни не было вовсе. Фаина с трудом сводила концы с концами, тем более что рачительностью и умением экономить она никогда не отличалась. Но мелкие житейские проблемы не могли затмить всего остального. Екатерина Гельцер вдохнула в Фаину новые силы, возродила угасшую было надежду на сценическое будущее и принялась за поиски места для своей новой подруги. «Гельцер показала мне всю Москву тех лет. Это были мои университеты», — вспоминала Раневская. Фаина была счастлива, ведь почти добилась своего. Она вот-вот станет актрисой. Она будет играть на столичной сцене. И пусть вначале её роли будут незначительны, и зачастую вообще без слов, но это только вначале. У неё появились новые знакомые. И какие? Один Владимир Маяковский, с которым она познакомилась в доме Екатерины Васильевны, стоил тысячекратно больше всего Таганрогского высшего света с высокомерными провинциальными толстосумами и их чванными женами.